На прошлой неделе прием граждан по личным вопросам провел на территории Кашхабского района директор Адвийского республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Руслан Пшегонов. Прием начался с Дмитриевского сельского поселения. Жильцы многоквартирных домов имели возможность задать волнующие их вопросы директору фонда. Были озвучены вопросы по организации проведения капитального ремонта и начислению взносов за капремонт общего имущества и так далее. В рамках республиканской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов 2014-2043 существуют краткосрочные программы трехлетние. Это 2014-2016, в котором муниципальное образование Кашхабский район принимает тоже участие по капитальному ремонту. За 2014-2016 год был проведен капитальный ремонт в двух многоквартирных домах, в частности, муниципальное образование, Дмитриевское сельское поселение, две квартиры, которые находятся по адресу Шевгенова, шоссе на 18 и центральное 20, капитальный ремонт кровли. Сегодня трехлетняя краткосрочная программа 2017-2019. В 2017 году муниципальное образование в Кашхабском районе проводится на территории майского сельского поселения в двух многоквартирных домах. Там будет проведена капитальный ремонт электрических систем в двух домах. Сегодня у нас, ну, называется, скажем так, день открытых дверей. Что волнует собственников, проживающих в многоквартирных домах? Какие вопросы их интересуют по капитальному ремонту? С целью разъяснения мы проводим эти встречи. В частности, сегодня мы проведем в трех муниципальных поселениях по Кашхабскому району. Ну, люди проходят, люди интересуются, что за капитальный ремонт. Хотя в самом начале 2014 году вот здесь, в сельском поселении Дмитриевском, было встречи, порядка пяти-шести встреч вот здесь, в сельском поселении. Ну, достаточно, разъяснений были достаточно много, но все равно закон меняется, законодатели что-то новое вносят, с целью, чтобы это разъяснить, какие новые изменения прошли по капитальному ремонту. Что касается льготников, 70-летних, 80-летних, как таково, если есть такие, порядок получения этих льгот, компенсации по капитальному ремонту. Вот такие разъяснения.